Чем дольше длится российское военное присутствие, пусть даже и временное, на территории Карабахского региона Азербайджана, тем больше в азербайджанском обществе возникает вопросов к России, к Министерству обороны РФ и её миротворческому контингенту. Ранее «Калибр» уже размещал ряд сюжетов о бездеятельности российского миротворческого контингента. В частности, мы обращали внимание российской стороны на то, что Армения грубо нарушает положение трёхстороннего заявления, перебрасывая личный состав своих вооружённых сил на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации, а также на факты выставления новых армянских постов близ азербайджанских населённых пунктов. Кроме того, не может не вызывать возмущение тот факт, что российские военные до сих пор не предприняли никаких мер для разоружения незаконных вооружённых формирований армян в зоне своей временной ответственности, которые, например, сегодня под самым носом у миротворцев совершили очередную провокацию в направлении города Шуша. Впрочем, сетовать только на российских миротворцев в Карабахе можно, если забыть пословицу, что рыба гниёт с головы. Всё-таки это военные, и они выполняют приказ. Чей? В первую очередь Министерство обороны России. Ведь все мы помним, о странных и даже провокационных информационных бюллетенях МОРФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана. То у них в сводке указываются вооружённые формирования Нагорного Карабаха, то отработка миротворцами новой тактики ведения современного боя качующего миномёта на полигоне и так далее. То есть, образно говоря, ветер для миротворцев в Карабахе дует с севера, с улицы Знаменка в Москве, где расположена Миноборона РФ. Был бы чёткий приказ не пропускать через Лачинский коридор в Карабах армянских военных, даже мышь мимо российских военных не проскочила бы. Поступил бы приказ разоружить незаконные армянские вооружённые формирования в Карабахе, он был бы выполнен в течение суток. Но вот уже почти 10 месяцев миротворцы в Карабахе занимаются чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями, поскольку соответствующего приказа из Минобороны им так и не поступило. Думается, он и не поступит, поскольку в МЭО РФ полагают, что российский миротворческий контингент дислоцирован не на территории Карабахского региона Азербайджана, а в республике Нагорный Карабах. Думаете, утрируем? Ничуть. В распоряжении «Калибра» оказался документ с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок Минобороны РФ. Согласно этому документу, 13 августа текущего года Министерство обороны России подало заявку на оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах. Стоимость заказа – 151 миллион 414 тысяч 88 рублей. «Нами было установлено, что извещение о проведении закрытого конкурса было подано заместителем руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации Зариповым Олегом Владимировичем». Что это? Досадная ошибка? Провокация и проявление неуважения к территориальной целостности Азербайджанской Республики? Мы попытались разобраться в этом, связавшись с ответственным лицом заказчика, администратором единой информационной системы в сфере закупок Витчининой Елизаветой Борисовной. Однако последняя в категоричной форме заявила, что документ был зарегистрирован и размещен так, как его представил заказчик. «Мне больше нечего добавить, соединить вас с Олегом Владимировичем Зариповым или другим ответственным лицом я не могу. Обращайтесь в письменном виде на адрес нашей электронной почты или в пресс-службу Министерства обороны», сказала Витчинина. К сожалению, несмотря на то, что на сайте Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации указаны сразу три номера телефонов, тем не менее ни по одному из них нам дозвониться не удалось. И поэтому нам не осталось ничего иного, как довести информацию о данном документе до соответствующих государственных ведомств Азербайджана с просьбой разобраться в происходящем и потребовать от своих российских коллег объяснений. Ведь если в Москве в Министерстве обороны России допускают такие ошибки или провокации против территориальной целостности нашей страны, то чего же стоит ждать от российских миротворцев, которые являются всего лишь хвостом той самой рыбы?